Ну что, компьютер заработал. Комментарии и упоминания пойдем по порядку, как есть, так и есть, да? Всем мир Божий, через учение Геннадия, я вышел на юридическое учение, о чудо, о чудо. Подобрал для своей души питание, учитывая раннее наставление Геннадия о раздельном питании, начал принимать пищу по эрведе, и тут-то сработало резко. Пусть будет пища для вас лекарством, Геннадию много лет жизни, дай Бог, он служит Богу и людям. Ну, это мнение пользователя. Здесь хорошо, что человек начинает разбираться, что такое вены, что такое питание, и как это между собой там сочетается. Тогда что-то там такое получается. Спасибо за анализ и за вашу вдумчивость. Ну вот, только я вам рассказывал, что наша жизнь – это постоянная коррекция должна быть. Вот вы ведете машину по дороге, горка, спуск, поворот, где-то надо притормозить, где-то надо надавить на газюльку. Точно так же в жизни вы встали, какое-то самочувствие, настроение не то. А почему оно не то? Что, что, где, как, голова гудит, магнитные бури там, или безмагнитные бури, или еще что-то там такое. Ну, значит, делайте что-то такое, чтобы этого у вас не было. Вот и все. И анализ, и вдумчивость. То есть развивайте эти качества в себе. Далее пошли лечебное голодание. Пишут, да, человеку 60 лет, у него избыточный вес, подагра, астма и множество других проблем. Сейчас находится на 18-м дне голодания. Очередного ацидозного кризиса пока не было. Каждый день ходит в сауну, пьет 3 литра воды, клизмы не делает. Он не голодает в первый раз. Разрешено ли ему продолжать голодание из-за высоких показателей мочевой кислоты? В целом самочувствие хорошее. А это человек должен сам решать. Вот он должен сам решать. Высокие показатели этой мочевой кислоты, как это они проявляются. Не то, что он анализы сделал, они там показали. А вот как ты сам это все чувствуешь, оцениваешь себя. Опять-таки, надо анализировать себя, оценивать и на основании всего этого принимать решение. Дальше голодать, не дальше голодать. Что после голодания делать? Здравствуйте, Светоч, прошу вас совета. Я мама двух детей, 12 лет, сын 8 лет, дочь. До августа 23 года считала своих детей малоболеющими. Добывали сопли иногда, температура, развод. И в основном все очень быстро проходило, без осложнений. Аптечка у нас полупуста, никаких противовирусных и прочей. И, ой-ой-ой-ой, бесполезные химозы не применяли. Антибиотики в последний раз лет 5 назад. Температуру, если и бывало, снижали только после 39 градусов. До 20-го года проживали в Питере, потом переехали в Воронеж в свой дом. Чистый климат, живем, можно сказать, в сосновом лесу. В августе 23-го года поехали в Питер в гости. Там резко у дочери началась аллергия, жуткие чихи, сопли, аж кровь из носа. Побежали по врачам аллергологу, а по врачам аллергия на полынь. Я эту полынь и так, и сяк. И понеслось препарат от аллергии пить в нос гормоны. Цветение кончилось, сопли прошли, начали лечение, убрали. Но появился кашель, редкий, но очень сильный. Затем зеленые сопли и гайморит отит. А это вот как раз говорит о том, что разный подход к этому лечению. Точно ли это на полынь это было? Или это там совсем по-другому? Просто-напросто влажный климат, который спровоцировал все это дело. Влажный сам по себе климат. А когда же они еще поехали? Ага, в августе. Ну в августе там так прохладненько. Сам по себе в некоторых регионах такой климат, что он так или иначе предрасполагает к появлению тех или иных заболеваний. Вот и все, что я мог сказать. И вот это вот все это значит, знаете, вот подход, подход такой к так называемому в кавычках лечению вообще. Я не хочу сказать, что во всех случаях. Ну в данном случае. Идет к тому, чтобы не просто вылечиться, а это утрамбовать это заболевание, обострить и загнать его еще туда поглубже. И сделать, чтобы оно хуже было. Опять-таки, ну думайте своей головой, думайте. Так, лечили антибиотиками и прочими лекарствами. Вроде прошло, но все время, но все это время не проходит кашель. А хотя бы кашель, допустим, могут быть глисты, аскориды, которые тут у нас. Пошли к пульмонологу, врач сказал, что у нее формируется астма. У него, не болеющего ребенка, ни с того ни с чего. Ну, значит, это все, будем так говорить, залечить можно очень быстро и капитально. Формируется астма, да и все. О, назначили месяц гормонами дышать и антиаллергические таблетки. Знаете, вот в который раз я вам говорю, если вы не понимаете причины, что вот, допустим, там поехали, то уехали бы тогда просто-напросто оттуда. Чего вы там по больницам побежали? Видите, климат не подходит. Вот банально может не подходить климат. Уехали назад, сухо, все хорошо, все прошло. Из-за непонимания вот этих вот причин делаются такие коррекции. Пытаются, знаете, вот, грубо говоря, избавиться от кашля, но при этом, но при этом, все вот так вот в организме перевернут, испоганят и не поймут дальше, как, из чего там надо действовать. Ага, вот это убираем и начинают. Вот этот симптом убираем, вот этот симптом, вот этот. А какой-то новый вылазит, а еще что-то там вылазит. Мы все выполнили, ну что сказать, все выполнили. Доверие к людям, которые вот якобы что-то знают, без включения собственной головы, вот к таким результатам приводит. Затем дочь заболела ветрянкой. Ага, перенесла легко без температуры. Через месяц мы пришли опять к пульмонологу. Будем лечиться, да? Вот, но хрипы в легких остались, и она с легкой руки пишет нам диагноз астма. И назначает ингалятор на три месяца. Думаю, пожизненно в итоге. Да и все, знаете, и отвали. Что там разбираться, вот это вот, вот сделать человека инвалидом. Вот как моего знакомого пузо ему располосовали. Одну треть кишечника убрали, и дальше как хочешь, так и живи. Полипы мы вырезали. Я его еще спрашивал, ну буквально вот так вот, родненький мой. Ты понимаешь, что с тобой дальше будет? Ты понимаешь, что, как ты будешь жить? Он, знаете, вот как корова перед убоем стоял глазами, мигал. Да нормально все будет, вот так, да нормально. Ну и чем нормально? И сейчас чё-чь не то съест, сразу просырается. И, 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 и дальше там так. Так, с сыном немного другая история, но в это же время, в этом же временном промежутке, в ноябре пневмония, атид, естественно, назначили антибиотики. Ну ладно, да. Теперь у него постоянно текут сопли жидкие, вечно шмагает носом. Дочь опять с зелеными соплями, и нужно идти к доктору, который опять назначит антибиотики, потому что зелёные сопли, только так они и лечат. Но я так понимаю, ещё мы письмо не дочитали, что мама начинает, грубо говоря, врубаться в это лечение современное. И что чем не дальше лечат, тем больше болезней. Я, конечно, в шоке. Ну вот, в шоке. Как так? Мы и здоровые семьи превратились в хроников за полгода, и теперь у нас аптечка как в аптеке. Я сама на нервной почве заболела, остановился весь ЖКТ, и спина ныла, и еле вышла из этого состояния, благодаря циркуляторному дыханию. Спасибо вам, что я о нём узнал. Честно, промокнула мысль, что нас как сглазили. Ну пускай, пускай. Сглазили там или ещё что-то. Как действуем? Сначала просто-напросто, просто-напросто. Можно было сменить вот этот климат и посмотреть, что там и дальше, как там. Посмотреть, что там вы ели. Какое у вас там питание было в этом Петерсбурге. Возможно, там более какое-то искусственное было, там какие-то продукты. Возможно, там мы на молочные продукты подналегли, якобы они там полезны. Это я, вот знаете, мне описывают конечный результат, по которому ты что-то там должен догадаться. А мне, как говорится, особо догадываться там нечего. Человек сам должен в этом деле разбираться. И я рассказывал уже неоднократно, что, что и как. Ну вот ещё разок повторяю. А уже потом, а уже потом, естественно, что было до этого. Были ли какие-то незнакомые люди, были ли ещё что-то, ещё что-то, чтобы понять, в чём причина, причину. А уже дальше действует. А так вот мы-то сейчас всё, всё тут перебираем, и то и всё, и пятое-десятое. И опять-таки я, вот, хоть видос этот длительный, я вам всё рассказываю. У вас по жизни должен быть постоянно самоанализ, самонаблюдение. Вы пообщались с таким-то человеком. Что вы после этого почувствовали? Вы пообщались с другим человеком. Что вы почувствовали? Вы можете даже ничего там особо не чувствовать, вернее, обращать внимание именно тогда, когда вы пообщались с хорошим человеком, а вот после него что-то плохое. Вот тут-то вы и должны проанализировать это. А если всё нормально, ваш анализ, он и спит. Спит, но он, так сказать, находится в дежурном режиме. И как что-то случается, он такой, стоп, ага, молочного выпили, пошло. Ага, там, допустим, там с собаками повозился там какая-то-то. Ага, вышли, если полынь, вышли там в степь или куда-то в лес, пролезли по этой полыни. Ага, вот, вот она, да, это то. Либо же вот так вот. То есть, видите, о чём я говорю? То есть, ещё разок я вам повторяю, что мой канал для людей, думающих, желающих самостоятельно работать со своим, как здоровьем, так со своей собственной жизнью. А не просто так, дайте мне рецептик вот такой, совет бесплатно мне дайте, дайте мне бесплатно советы, и всё, я же от эпилепсии там или ещё там, грубо говоря, от рака там избавлюсь. Да так не бывает. Просто-напросто не бывает. Это к тому. Я не согласна с диагнозом и не согласна, что моя дочь зависела, чтобы моя дочь зависела от лекарства. Мало ли что. Мы согласны, не согласны. Но, тем не менее, вы взяли её и отдали. Иного слова я не подберу, как в руки глумливых людей, которые начали над вами делать эксперименты. То-то-то, сё-то-то, сё-то-то, тара-та-та. Вот так вот. Да извалите, нахрен вы там нужны, извините за выражение. Вот, ингалятор, дышите, всё капосто-то там. И на этом ингаляторе сидите и дальше. Я беру на себя эту ответственность и хочу её вылечить понятными мне действенными методами. Ну, вот это другое дело. Вот это другое дело. Да. Убрать причину, а не лушить симптомы. Ну, наконец-таки. Всё-таки разум начал работать. Мы с мужем стали искать другие методы лечения. Прочитали вашу книгу «Закаливание» и читаем сейчас целительные силы. И уже ходим всей семьёй по снегу и обливаемся каждый день холодной водой после тёплого душа. Это не обязательно даже делать. Вот знаете, вот «Закаливание» или ещё. Дело это хорошее. Но тут, когда сопли бегут, понимаете, это не столько «Закаливание», как совсем другая работа с внутренностью организма. То есть там, скорее всего, микрофлора сдвинулась. Живот урчит. А знаете, вот даже не будут вам говорить, что стол не формируется, живот там бурчит, там и ещё что-то там какие-то там вещи возникают. Вам будут говорить «Вот это вот всё». А начинается это вот с этих мелочей. Так, кстати, детям очень нравится до драки кто первый. Ну хорошо, пьём соки. Вот это уже другое дело. Внимательно читаем составы продуктов. Правильно. Стали есть больше овощей. А вот с овощами, особенно в холодное время, надо бы поосторожнее быть, поосторожнее. Не столько овощей есть, допустим. Сколько, допустим, тушёные овощи, ценные кашки, квашеную капусту, морковь, яблоки. Хорошо. Практиковали 24-часовое голодание. Прекрасно понимаешь, что процесс укрепления, восстановления не быстрый. А вот если смотрите правильно всё это дело сделать, очень быстро пройдёт. В первую очередь, знаете, вот чем отличается, вот я травник пишу, и там говорит, вот. То есть как подать материал? Подача материала должна быть наиболее эффективной. Где в организме место, которое может больше всего отравлять? Это толстый кишечник. Как он работает? Есть ли запоры? Какой стул? Что смотрите? Чем они пукают? Вонючим или нет, в конце концов? Дальше уже там посмотрели насчёт паразитов. Что, чё, как там. Герпеса нету. Нет ли там прыщей, где там ещё там что-то такое. Кориозных зубов там. Ну если гайморит есть, это уже говорит о том, что там уже нейродная инфекция есть. Ангины. Далее, следующий пункт у нас. Это чистка печени. Если мы печень почистим, ты смотри, сколько мы обминов веществ выравниваем в своём организме. Я бы сказал, не выравниваем, а нормализуем. И организм губ и заработал сам. И никаких аллергий, ничего не было. А когда это мы не делаем, вот это всё ищем, а там и кишечник грязный. И печень вся эта забита. Ещё плюс этими всеми лекарствами. Вот пишет ещё, Яндекс.Браузер давно не обновлялся. Если, значит, попробовали его обновить, а оказывается, для того, чтобы он обновился, здесь на компьютере должна быть программа версии, грубо говоря, там десятка. А у меня восьмёрка. Он не может обновляться, потому что железо не позволяет этого. Если даже ты зацепиться, то это железо перестанет работать на вот этой вот программе основной, МАК-ОС. Ладно. Так, к примеру. Прошу вас совета, как можно ещё помочь выйти из этого порочного круга болезней. Противопаразитарка, та же троечаточка, попить. Кажется, что голодание – это выход. Нет, голодание – это не выход. Понимаете, не выход, чтобы дети регулярно там голодали или ещё там что-то там такое. Они просто-напросто не смогут голодать. Такие сроки, в которых бы хорошее действие произошло. Поэтому голодание – это не выход. Вот противопаразитарка, изменение питания и чистка только опачки, толстого кишечника. А потом, деткам, можно мягкую сделать чистку печени. Без масла и лимонного сока. А там есть другие чисточки. Да хотя бы теми же соками. Яблочные свекуны. Только оп-оп-оп-оп. Так, в книгах в основном описано о взрослых. Значит, основы здоровья. Книжечку. Вот эту вот надо. Можно целительные силы. Как бы сказать, старый вариант. А можно основы здоровья. Это как раз учебник для ведения здорового образа жизни. Клизмы тоже как-то детям страшновато делать. Ничего подобного. Ничего подобного. Страшновато. Ничего тут такого нет. Это просто неприятная процедура. Вроде как. Ну, неприятно, да, это процедура. Это страшновато делать. Это вот люди, когда не знают и не понимают, а вот для них всё там страшновато. С помощью клизмы древние лечили 80% заболеваний различных. И если вы наладите вот так вот всё своё питание, двигательный режим и следите, чтобы регулярно в день ходите в туалет, можно обойтись и без клизмы. Стул у вас, грубо говоря, не вонючий, более-менее оформленный. Значит, особо можно туда и не лезть. Кроме закаливания и голодания. Не закаливания, не голодания. Это, знаете, в данном случае, вот берут что-то такое, о чём они слышали, о чём они там знают. Но насколько это эффективно к данной ситуации, несомненно, какой-то эффект будет. Но, я думаю, не тот, который хотелся. Если вы правильно берёте за себя, как правило, эффект уже наступает хороший такой, явный, через месяц. Что ещё можно в борьбе с зелёными соплями? А зелёные сопли, это как раз говорит о том, что у вас там столько гноеродной инфекции в организме, что вот эти вот как раз лейкоциты, то есть, что такое зелёные сопли? Это лейкоциты борются с этими микробами, и уже в виде гноя зелёного, вот это всё, эта борьба выходит наружу. То есть, они их разлагают, вот так вот, и организм их отторгает. То есть, это говорит о том, что переполнен болезнетворной микрофлурой. А тот пытается тем, 7, 5, 10, что абсолютно, абсолютно не затрагивает вот эту вот микрофлору. И так будете там, к формирующейся астмой и ослабленным иммунитетом. Если вы, значит, вы будете использовать соки свежевыжатые, если вы будете питание, если вы будете следить за своим вот этим вот опорожнением, я вам рассказываю такие банальные вещи, которые я давным-давно усвоил, и уже, знаете, и забыл про них. А тут опять приходится вспоминать. Толстый кишечник, лёгкие, и кожа, они связаны между собой. Если плохо работает толстый кишечник, значит, вот эти вот все шлаки, которые должны выйти через толстый кишечник, они всасываются в кровь, отравляют нам весь организм, понижая иммунитет, служа рассадником вот этой всей этой болезнетворной микрофлоры, значит, начинают портить печень и, в конце концов, выделяются через лёгкие. Лёгкие не приспособлены к выведению таких вещей, которые должны выходить через толстый кишечник. Естественно, начинается плеветь, начинает портиться, начинается астма, хнястма и всё там такое. Если уже не лёгкие начинают не справляться, значит, начинаются ещё в добавку проблемы с кожей. Ну, а с печёнкой, кровеносным руслом, это 230%. И иммунитет будет нормальный, и никакой астмы не будить. Извините, что так много писала, боялась что-то упустить. Благодарю за ваши труды, что вселяете надежду. Вселяю надежду и так далее. Да не надежда, компас с землёй, а разъяснение, откуда что берётся. Я бы всё-таки вам порекомендовал. Вот я бесплатно выложил основы здоровья, причём основы здоровья в библиотеке лежат расширенный вариант. Не одной книгой, хотя, по-моему, есть и одной книгой, расширенный вариант. Вот это основной учебник к поведению здорового образа жизни. Вот вы его между делом изучаете, чтобы у вас не было таких вещей, чтобы вы там отдали своего близкого на лечение, вас залечили, и вы его отправили туда, в мир иной, и потом, а что ж такое, какое несчастье. Несчастье наше протекает из-за нашего невежества, из-за нашей неображённости, из-за отсутствия должного знания. Ну, хорошо, что написали, потому что всё, что там мы примерно придумали себе, себе придумали. Вот, знаете, многие считают здоровый образ жизни. Я пошёл в спортзал, покачался там, ага, там, грубо говоря, я курицу с этим самым, с рисом съел там, ещё чу-нибудь, или на лыжах там побегал там, и вот это вот более-менее нормально. Здоровый образ жизни, по большому счёту, это наука, целая наука. Я не хочу сказать, чтобы вы её полностью там знали, но какие-то основополагающие вещи, которые я изложил, основаны не на том, что вам дедушка гения говорит, вот вы закаляетесь, вот вы то, вот вам этот рецепт, вот вы напишите на руке там, особую цифру, и от этого самого дня вашего рождения, или ещё что-то, и у вас будет богатство. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Понимаете? А он вам рассказывает, то есть я рассказываю вам, как организм работает, что такое нормальная работа организма, а что такое сбой в работе организма, который вызывает вот эти вещи, и этот сбой от непонимания, как это всё должно нормализоваться, вам ещё лечением, как задолбают туда, знаете, поглубже, и всё ещё исковеркают, что вообще там никто ничего не поймёт. Комментарий. Добрый день, помогите, пожалуйста, советам, когда-то по вашим книгам я спасла своё здоровье, сейчас не получается запутаться. А чё запуталась? Чистим только кишечник, дальше печень, нормализуем питание. То есть наша задача нормализовать работу организма, которая сбилась. Запуталась. У меня проблема нарушения зрения, раз в месяц появляется молния в глазах, длится это минут 10, но очень страшно. Нормализуем, и уже это должно дать какой-то эффект и на глаза. Я не хочу сказать, что тут ничего там у вас уже не будет, никаких не молнии, всё там нормально. Может и так быть. Лечилось у фитотерапевтов, ну и что, гомеопатов, ну и что, последний врач аюрведы, я не знаю, но толку нет. Вот эти вот названия вроде бы внушают какое-то уважение. Но ещё разок я хочу сказать, я стараюсь и старался понять наиболее главные вещи для себя, а именно, как нормализовать работу организма. Не лечить, а нормализовать работу организма. И с помощью чего это всё дело делается? И когда я начал делать, и другие начали делать, я клуб ввёл. Самая бодрость, это давным-давно было. Глядишь, вот эти все эти, какие-то заболевания непонятные, вот эта астма, вот эта вот аллергия, и тарататататаза, они как-то сами собой проходили. А тут, понимаете, надо искать от аллергии какой-то, ещё делать. Да подчистите печень, и эта аллергия в 90% случаев куда-то уходит. А вдобавок, если еще от паразитов избавитесь, что еще может быть там? Да вообще ничего нету. А мы ни паразитов не гонять не будем, ни, грубо говоря, не нормализовать работу печени и кишечника, а мы будем аллерген этот давить, и при этом, не воздействуя на причину, мы будем еще добавлять вот эти вот все, всю эту ерунду. Ну очень страшно, наличилось, значит, это толку нет. Начинаю принимать препараты, начинаю принимать препараты. Ну а что препараты, вот препараты. Начинает болеть правоподреберье и сразу молнии. Вот хотя бы вы тогда узнали, как эти препараты работают, на что они направлены, что они должны там сделать, эти препараты. Такое ощущение, что это связано с печенью. Ну а кто вам мешает нормализовать ее работу? Ну как ее лечить, если на все такая реакция? Помогите, пожалуйста. Смотрите канал, читайте книги, если вам мало того, что я сказал. И анализируйте себя, хотя бы после чего у вас начались вот эти вот молнии и так далее, и прочее такое. Уже вот этот первый период появления болезни, вот у вас появилась какая-то болезнь. Так вот, грубо говоря, вот эти вот месяца два-три как раз могут вам подсказать, от чего случился этот сбой. Он может вообще, с возрастом человек просто-напросто потихонечку зашлаковался, и у него вот это тогда и получилось все это. Но чаще бывает, что именно сбой на гулянке переел, перемерз, еще что-то, еще что-то, еще что-то. И как это сделать? Ну вот примерно так я с вами поработал. Доброго вам здоровьица! Доброго вам здоровьица!